Доброе утро! Как говорится, понедельник день тяжелый. В общем, на часах 6 утра. И у нас в понедельник реально самый тяжелый день. Потому что... Так, уже начинает гореть блин. Сейчас. Так, потому что в понедельник раньше всех вставать в школу. Ну, не раньше всех, в смысле уроки начинаются очень-очень-очень рано. Поэтому сейчас быстро-быстро делаю какао, жарю блины, бужу детей. А, еще мне на работу сегодня. Ой-ой-ой. Вот так вот. Одной рукой очень сложно делать. Поэтому, в общем, сейчас бужу детей, кормлю детей. И с вами увидимся днем. Слушайте, как же здорово возвращаться домой, когда на улице светло. И Виталик дома, и я дома. И мы идем в магазин. И дети дома вообще красота. Ой, это прям вообще, то есть, такое непередаваемое чувство. Давно такого не было. Все, наконец-то уже устаканивалось, и мы спокойно работаем. Я до 4-х всего. Ну, ты чуть позден, но сегодня было чуть рано. Ну, получается, вот, да. Как раз и хотели поговорить сегодня на такую тему, получается. Работать на двух работах. Работать по 12, по 14, по 16 часов. Ну, это очень сложно. Да. Да, Наташа. Это безумно сложно. Получается, да, Наташа попробовала поработать, ну, как бы, не по своей воле, на двух работах. В сумме, в сумме выходит 16 часов, и спустя... Неделю? Ну, даже немножко меньше. Я тут же заболела. Спустя неделю вот такой вот интенсивной работы Наташа просто вот уже, ну, видимо, ей надоело. И она взяла специально и ушла на больничный. Ну, нет, вернее, она не ушла на больничный, просто так. Она взяла и специально заболела. Как можно специально заболеть? Чтобы уйти на больничный. Потому что, ну, действительно, работая по 16 часов, это действительно, ну, тяжело. Это безумно тяжело. Поэтому я удивляюсь, когда вот... Огенение, агентство. Особенно агентство предлагает, что хотите, работайте по 14 часов, но есть возможности больше, поэтому слушайте. А действительно, с таким графиком, вообще с такими часами, а когда время на жизнь остается... Да даже не на жизнь, да даже на сон. Пить вареники. Наташа, ну, я тут с серьезной темой к людям обращаюсь, а ты со своими варениками. Ну, что такое. А еще у меня еще какое... Я еще не успел сказать, вот так, как ты вот, получается, заболела специально, там, ушла на больничный и не доработала тех часов. Ну, помнишь, нам в комментариях как-то написали, что работая на двух работах вот в таком графике, ты за месяц получишь 4000 злотых. Вот. И получается, из-за вот твоей такой оплошности мы этих денег с тебя не дополучили. Поэтому мне сейчас приходится работать и по воскресеньям, кстати. Да, кстати, просто по воскресеньям ты работаешь. А может быть и следующее придется, потому что, ну, я не знаю, как бы просто уже просчет был проведен и... Я поняла. Значит, значит, эти деньги нужно как-то получить. Ладно, давай в магазин, у меня уже рука устала. Ну, ладно, давай пойдем в магазин, потом выйдем, расскажешь про свои вареники. Хорошо. И собрались пить чай. Ну, не, не чай, на самом деле кофе. Мы пришли уже с магазина и не стали на обратном пути ничего спрашивать. Про что там, Наташа? Про вареники, да? Не, не про вареники. А про что? Вареники я умею делать нормальные. А, про пирожки, да? Про пирожки. Я вспомнила, что... Подожди, подожди. Мы вот с магазина просто шли, у нас у обоих были заняты руки, поэтому мы не стали включать камеру. Но, но, опять же, подожди со своими пирожками. Я вот высказал свою позицию. После того, как камера выключилась, ты меня еще немножко покритиковала, что я вот так вот, ну, как постебался, можно сказать, немножко над тобой, что вот ты вот так вот работала много. А вообще, хотелось бы узнать, вот, поделись своими впечатлениями об этом прошедшем времени. Я уже сказала, это тяжело. Я не представляю, даже если, ну, возможно, люди, которые едут на заработки, я просто никогда не ездила на заработки, да, и вот так вот не работала на убой. Ну, это реально на убой, прям, да, это очень тяжело работать. Вот, вот, даже, да даже 12 часов тяжело, а что говорить про 16? Время на сон вообще не хватает. Мне интересно, кто так работал. То есть, если кто-то есть из наших, ну, зрителей, да, напишите, кто вот работал больше 12 часов. Да, слушай, ну, да, я как раз тут хочу вспомнить и вставить такой момент из своей жизни, когда мы жили еще на Украине, и я ездил на заработки, да, это именно на заработки в Москву ездил тогда еще и работал на автомойке. Мы работали круглосуточно, 24 на 7, то есть спали мы по факту, просто когда не было машин. И, получается, график был такой, что я месяц работаю, две недели дома. И я просто потом после этого месяца, две недели дома отсыпался. Реально, настолько сбиваются биологические часы, что ты, вот, действительно, ты и дома потом приезжаешь, и вот появляется какая-то свободная минутка. И ты просто, да, по привычке уже засыпаешь. Ясно. Ну, да, так что напишите, кто работал больше 12 часов, очень интересно. Поэтому, да, ну, все-таки, если вы собираетесь ехать в Польшу, работать, жить, не надо, наверное, смотреть вот эти графики, где пишут, что можно работать 350 часов, можно и 400. Это реально тяжело. А потом просто, мне кажется, больше потратишь на лечение, на восстановление организма, чем ты заработаешь. Ну, да, да, сразу потом мигалки включатся, и у-у-у-у, и все, далека же. Ну, а теперь можешь рассказать про свои пирожки. Мне сказали, что, а почему бы не приготовить пирожки с луком и яйцом? А я реально люблю эти пирожки, ну, когда кто-то готовит. Вот, я подумала, что у меня теперь... А что, не вкусно готовишь, что ли? Вкусно готовлю. У меня теперь есть очень много времени свободного, и я хочу на этой недельке приготовить печеные, то есть, жареные, не печеные, жареные на сковородке пирожки. Но мне нужен рецепт теста хорошего. Поэтому жду от вас в комментариях рецепт хорошего теста на пирожки. Вот, вот так. Ну, можно просто ссылку сбросить? Не, рецепт. То есть, тебе нужен прям рецепт, не ссылка на чье-то видео, нет? Прямо вот именно тесто, какое сделать, именно такое вот, прям вот, чтобы были вау. Ладно, все, а мы чай пить. Ромка? Ромка, ты будешь чай пить? А, не, Роман будет пить молоко с медом и маслом. Вау, не масло. Что у нас там за новый мед, Наташа, сейчас? Да, обычный, я в бедронку купила, я понимаю, что он... Как это обычный, там, по-моему, гречневый какой-то. Нет, я липовый взяла. А, липовый. Я взяла липовый. Я понимаю, что он обычный, как бы, скорее всего. Кстати, у меня... Может быть, даже не с натуральных пчел. А мед из пчел делать это? В общем, мы сейчас наговорим вам. Ну, как-то так. Ладно, все, выпей чай. Подожди минутку. С вами со всеми. Мы увидимся завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok